Оборудование у нас есть, остались вопросы, фактически ремонт сделал, есть вопросы, которые еще у нас влияют на вводную эксплуатацию. Поэтому первое у нас, я хотел слово предоставить, все-таки у нас заказчик УКС, города Ачинска, вкратце расскажите, как организована работа по реконструкции, получается, у нас этого здания, какие вопросы есть, генерального подрядчика будет готовность доложить о том, что в целом о ходе ведения работы, какие еще проблемы есть? Пожалуйста. На сегодняшний момент, как мы все видим, основные работы по строительству объекта завершены, остаются работы по устранению замечаний судно-диспроительного надзора и некоторые еще работы, которые не завершены в силу, возможно, только поставки оборудования. Это по системе вентиляции, теплоизоляционные работы, электромонтажные, слаботочные, а также пусконаладочные работы практически всех систем и оборудования. Ну и на ходе там еще некоторые замечания есть. В подрядчик выданы все замечания, мы уже ходили и с эксплуатирующей организацией тоже замечания выдавали, вот подрядчик переступил к устранению, хорошо, у нас какая сумма выделена подрядной организацией и с какой еще и какая еще сумма осталась? Всего цена договора 66 миллионов 575 тысяч, оплачена и запрета 65 миллионов 156 тысяч и остаются еще 21 миллион. Хорошо, понял. Значит, познадзор я хотел уточнить, я правильно к вам обращаюсь? То есть какие основные замечания, влияющие на вот эксплуатацию? Ну, я пока не проходил и не смотрел, какие есть замечания, я их, конечно, все выскажу. Ну, основное, я как понимаю, здесь это разделение противопожарной перегородки здания План-Перево от здания План-Перево. Это основной, наверное, момент будет. Еще раз разделение противопожарной перегородки. Ну, ты пройдем посмотрим, я просто здесь еще не... Хорошо, пройдем посмотрим. Также есть вопрос огнестойкости двери лифта, да? Что там, 30 или 60 миллиметров? Поясните, пожалуйста. У нас установлен лифт с огнестойкостью дверей согласно паспорту Е30. Аспромонзор у нас требует не менее Е60. Лена, что-то можете пояснить? Получив и обрабатывая, выходя на договор, да, президент-потрядчиков, мы все документы получили и требования к нестойкости, в общем-то, при заказе изготовления лифта были учитывались. Возможно, они поменялись, каким-то образом, они ощущают, там будто они цены не могли запустить. Но разберемся, и, в общем-то, это не такой вопрос, не приведет ни к задержке, ни к этому, приведет. В рабочем порядке мы его решим. А посмотрим документацию, какая была заказана. Мы же сейчас сможем точечно посмотреть, да, потом, значит, лифты где находятся. Да, мы поработаем, да. Хорошо, ну тогда вот этот вопрос тоже должен не забыть, да? Завершение работы по вентиляции внутренней оборудованной. Здесь, наверное, вопрос... Вентиляция установлена. Значит, сейчас идет наладка, и все. Единственное, там есть вопрос... Ну, там были вопросы по поставке оборудования. Оно было заменено от проекта, потому что в связи с... Ну, не буду говорить, в связи с вот этими событиями в России. Было заменено, это пожарное оборудование было заменено, часть заменено вентиляционное оборудование, интернет оборудование. Оно все достанное, все установлено, все стоит, все, в принципе, уже отлаживается, все... Вот интернет маленько осталось там, несколько дней. Пожарная практически тоже вся, там две позиции сейчас придут, и все будет готово. А по вентиляционному оборудованию то же самое, до конца этой недели оно будет запущено, все сделано. То есть у нас, в принципе, все работы выполнены, которые необходимы в проектах. Хорошо. Я задаю вопрос, я понимаю, что, значит, расчеты порядка 45 миллионов, да? Вы подтверждаете, да? Вы со всеми суп-подрядчиками рассчитали? У нас, кроме этого, еще вылазят, в связи с изменениями, с заменой материалов, так бы сказать, на более современные, да? Ну, я не буду сейчас перечислять. На более современные. У нас произошло, это дополнительная смета выйдет, дополнительный договор. Мы сейчас с Русалом это делаем, ну, оформляем, там небольшая сумма еще прибавится. Ну, то есть, какая она будет пока, неизвестно, но мы занимаемся с Русалом, как бы, у нас нет вопросов. Ну, я тоже попрошу вас, чтобы субпадрерная организация, которая у нас в целом в работе задействовала, чтобы с ними расчеты были. Нет, у нас, как только деньги придут от Русалом, мы, естественно, в первую очередь рассчитаемся, потому что мы... Хорошо. И следующий вопрос еще стоит в рамках внесения изменения в проект. Мы про это говорим. Как раз это есть, да? Да. Но сроки какие примерно? Ну, это не от меня зависит. От кого? Это от проектировщиков. Где проектировщики? Это Борзых. Где Борзых? Это Москва. Игорь Петрович, готов пояснить, значит, все изменения, они оформлены, официально сделаны и направлены в администрацию ВУХ. Значит, всех этих изменений будет достаточно для прохождения экспертизы и получения ввода в эксплуатацию. Ну, то есть, это не повлияет на... Да. Проектировщик ответил. Все последние изменения, касаемые вентиляции и оборудования, все внесены. Хорошо. Значит, ну, я просто хочу оценить ситуацию. Я понимаю, что несколько раз сроки переносились по вводу в эксплуатацию данного, значит, кванториума. Да, вопрос очень важный. И для нашей молодежи, для детей, порядка 800 детей, да? 800 детей будут заниматься техническим творчеством, развиваться, значит, я знаю, что в Красноярске 1200, у нас 800, это очень много, да? Будет чем заниматься и действительно очень важно, да? Поэтому я просто уже тогда руководителю УКС, вы заказчик, вы контролируете сроки и советую с подрядной организацией, ну, допустим, сроки, все-таки, вот в эксплуатации. Ну, сроки я объяснил, что в принципе, мы все, что у нас там в течение месяца исполнили замечания, ну, мы уже половина выполнили, даже больше исполнения. Ну, я все-таки... Замечания мелкие. Хорошо. Ну, я все-таки, ну, давайте по вашим оценкам, чтобы я же, вы как скажете, и потом я может потренирую. Ну, судя по поставкам, которые не достают оборудование, которые, ну, перезаказывалось, вот сейчас вы сами озвучили, что в связи с тем, что изменилось число, количество детей, которые будут здесь обучаться, да, или, как говорится, заниматься, то есть в связи с этим изменилась вся конструкция здания, то есть дополнительные там, ну, пошли материалы, дополнительные что-то, мне все равно было, поэтому сроки вот сдвинулись, поэтому, потому что пришлось увеличивать объемы работы. Хорошо. Все, и поэтому мы сейчас, я думаю, что, ну, вентиляция на этой неделе, пожарная на той неделе, там, да, и где-то, ну, я думаю, недели две, две с половиной, то есть вот эти мелочи будут устранить. Ну, пусконаладка, в смысле, там, может что-то не пойти, ну, по крайней мере, по крайней мере, а? Ну, до конца месяца будет все сделать, давайте так, то есть до первого августа, да, вы все, до первого августа, все работы, все под ноль, все, заканчивайте работы, нам останется тогда, значит, в течение месяца, да, соответственно, там все расставить, я так понимаю, получить, расставляем, лицензируем, вы оцениваете, да, работу успеваете? Ну, мы успеваем, нам, самое главное, для лицензирования, для лицензирования нам нужно заключить договор аренды, договор аренды мы не можем заключить, поскольку здание не принято по акту, правильно? Но мы подготовим документы, чтобы, как только акт будет подписан, мы сразу же за лицензию. Ну, давайте так, 25 августа мне доклад, что здание готово, а по обводу, значит, 25 в целом августа все готово, до первого августа, получается, все работы строительные должны закончиться, до 25 августа все у нас готово, уже здесь, к началу открытия, ну, и мы вот в этот период определимся, для какого числа мы сделаем официальное открытие. Я еще, вот я подвожу к этому, да, аккуратничаю, что до 25, значит, я думаю, здесь, ну, реально, Евгений Иванович, ну, за то, чтобы все, снять все вопросы, больше терпели, будет тогда хороший праздник, значит, ну, ожидаем дать. У нас традиция у квантуров, мы не открываемся 1 сентября, я же еще сказал, да, у нас 17-е, 15-е, то есть, только учебный год начался, дети в школу пошли, пока там, да, доп. образования... Еще раз, я говорю, что 25-е, там уже, давайте, где-то, раньше можно, можно, позже нельзя, это хорошо. Хорошо, коллеги, к Еве, вопросы есть вот именно к этому, к этой части совещания, я сейчас просто... Продолжение следует...